Пока город живет в ритме прогулок, шума и веселья, академический театр драмы приоткрывает свои кулисы для тех, кто ищет в суете мотив для души. Берестейский бал уже не один гост становится местом встречи тех, кто предпочитает мероприятием традиционного формата музыкально-театральные встречи. Я вообще люблю театр, это особенное место, поэтому это все очень здорово. С хорошим настроением, с подругами, знакомыми, конечно, встречаемся, это здорово. Мы постоянно здесь, каждый год нас приглашают, вот именно в фойе поприветствовать публику своим там дороскодом. Люди видят, как, вот скажем, приходим мы, и они стараются так же самое нам подражать, и год от года мы видим, что действительно дамы выглядят абсолютно по-другому, чем были год назад. И это как раз вот честь и городу, и честь Лилии Григорьевне Батыревой, что она ежегодно проводит такое вот мероприятие. Настроение, Брест любит, всем ради брещан все делаю, и поэтому люди самое главное для нас. Это так считают музыканты, что люди для нас главное. Концерт-бал в этом году открыл удивительный музыкант, прославленный гитарист, композитор Том Синатра. Первое его знакомство с публикой состоялось на январских музыкальных вечерах. В этот раз практически все отделение было посвящено его музыке и его ритмам. Талантливый человек талантлив во всем. Весь творческий вечер Том Синатра удивлял публику не только виртуозным владением гитарой. Ему маэстро подвластны и другие инструменты. Приглушенный свет, такая эмоциональная и такая живая музыка. Затаенный в зале зритель с замиранием сердца встречал каждую композицию, а когда ее звучание завершалось, тишину разрывали аплодисменты. Меня искренне впечатлил Брест, потому что здесь размеренность гармонично соседствует с быстрой жизнью 21 века. Наверное, поэтому музыка здесь звучит особенно, и люди открыты душой к тому, что делают творческие люди. Продолжил концертное отделение настоящий бал. В ритме вальса на блестящем паркете закружились изящные пары. Столько в их движениях было грации и столько же эмоций. Анастасия Ноздарин, Плотницкая, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, БУК-ТВ.